Особое мнение на 101FM Время, годы идут И так или иначе у нас ежегодно появляются какие-то проблемные точки Вот буквально недавно, в октябре этого года Очередные были сообщения о том в соцсетях Что детей якобы, 31-я школа упоминалась Кормили непрожаренными котлетами Там на поверку оказались это не котлеты, а ленивые глупцы, насколько помню Там была проверка В общем, все это закончилось тем, что якобы ни родители, ни школьники претензий не имеют Все было готово, все было хорошо Проблема опять с поставкой фальсифицированных продуктов Масла даже, так же у нас в октябре, да, в информационном поле попадала информация Порядка двух тонн масла с содержанием растительных масел Я понимаю, что в работе уполномоченного по правам ребенка Тема питания занимает очень большое и серьезное место Вот ваши выводы на сегодняшний день Меняется ли что-то в лучшую сторону? Ну, во-первых, итоги текущего года мы будем подводить в нашем ежегодном докладе Традиционно, да Традиционно до 1 апреля мы представляем и губернатору, и законодательное собрание И у нас на сайте он будет размещен И, как правило, вот этой теме у нас уделяется особое место У нас бывают целые разделы посвящены этому Потому что, ну, помимо общего мониторинга и обращений от родителей И неравнодушных граждан других, не обязательно от родителей, законных представителей Поводами для нашего приставленного внимания являются, собственно говоря, наши поездки И каждая поездка в район, она сопровождается обязательным посещением, мониторингом образовательных организаций Это и детские сады, и школы, и техникум, и колледжи, и те образовательные организации, где учатся у нас дети-сироты И, естественно, питание здесь у нас одно из ключевых мест занимает К сожалению, вынужден сказать, что вот та процентная статистика, которая у нас идет последние годы, она не меняется По числу выявляемых нарушений, отклонений, претензий То есть, если у нас был определенный процент организаций, в которых мы выявляем просроченные продукты Он, собственно говоря, этот процент и остается Если у нас выявляется процент организации, в котором мы находим продукты с нарушением условий хранения То есть, это совсем другой температурный режим, это товарное соседство Сырые продукты вместе с несырыми Либо продукты, которые нельзя было размораживать Их разморозили, часть взяли в повторную заморозку и так далее, и так далее, и так далее То эти проблемы остаются К ним добавляются моменты использования запрещенных для детского питания продуктов То, о чем мы высказали, и фальсифицированное масло, и пальмовое масло у нас было в практике И сгущенка, которая оказывалась не сгущенкой, а совсем другим, содержащим другие вещи, продукты И так далее И в этом году мы взяли блок именно кировские детские сады Потому что у нас традиционно все-таки мы уделяли, так получилось, больше внимания области Потому что, ну, во-первых, в Кирове у нас и родители более активные, да, и обращение, собственно говоря, здесь и контролирующие органы Да, ну, как бы здесь, да, и кабинет питания это один Потому что, ну, в районах все-таки вот такого внимания меньше, и на наш взгляд проблем больше То в этом году несколько десятков детских садов мы посетили сами и по Кирову И те проблемы, о которых нам говорили родители, в большинстве своем подтверждение находили Например? Ну, например, это качество питания, ну, в качестве примера, там, вот у нас на обед у детей должно быть то-то А поставщик не успевает привезти продукты Приходится чем-то заменять Приходится чем-то заменять, чем-то выкручиваться, то есть не совпадение в этом Очень много вопросов по громовке, это фактически выход блюд Очень много вопросов у нас было и в областном центре, и по области, то есть когда положенная громовка не соблюдается там больше, чем в два раза То есть это у нас... Не докладывают? Не докладывают Не перекладывают Не перекладывают А, не докладывают, да Не докладывают То есть при определенных нормах совсем другое До сих пор у нас выявляются проблемы с несоответствием меню То есть у нас, ну, один из последних случаев в Котельнический район Мы выезжали по обращению по-другому, там, по ремонту кровли И попутно, раз у нас был представитель и глава района был, и представитель управления образования, и прокурор То есть я говорю, пойдемте посмотрим, что в столовой делается И вот, собственно говоря, на стадии рассмотрения меню, которое висело, мы, собственно говоря, тут уже, знаете, там, выводы на пяти листах сразу сделали Потому что, вот, то, ну, сразу был вопрос, кто это меню утверждал и когда И выяснилось, что, там, лет десять назад какие-то, то есть там, начиная от того, что, там, первым пунктом висела, ну, то есть, первый же день, там, колбаса, там, откуда в школьном питании сейчас колбаса есть Она уже давно запрещена, да, собственно Ее давно уже нет, то есть, а здесь прямо вот она на видном месте, это не временно, замена ничего Ну, и когда мы прошлись по остальному, то есть как раз и нормы, которые были прописаны в самом меню, они никак не соответствовали тем нормам, которые... Которые должны быть здесь, вот, то есть, ну, вот, так попутно решая проблему с ремонтом очень серьезным кровли, когда школа трехэтажная, дети учатся только на первом и на втором, третий этаж закрыт, он весь в плесени, он весь практикает, вот, и это, конечно, ну, вопрос нужно решить, потому что вопрос стоял, там, о переводе детей через дорогу в здание детского сада и школы, чтобы учиться, но там здание не в... Не сильно в лучшем состоянии, скажем так Шола нам было, да, что называется? Да, да, что называется, и, собственно говоря, когда Роспотребнадзор, там тоже были представители, как говорили, нам нужно перевезти в детский сад, потому что у нас здесь вот не соответствует Я говорю, отлично, скажите, а в детском саду соответствует? Они говорят, нет, ну, вот, то есть, ответ сразу был нет, то есть, и там не соответствует, но, может быть, тогда все-таки стоит школу подремонтировать, по крайней мере, дети учатся в классах приспособленных, и даже туалетные комнаты, они по возрасту, там, не маленькие групповые унитазы, как в детском саду, да, представляете, что это такое? Социальные, да, уменьшенные Девятиклассники, то есть, ну, вот, это такой пример Возвращаясь к питанию, ну, вот, большие вопросы вызывают и качество самих продуктов, и все-таки фактический выход этих продуктов, которые есть Мы неоднократно в течение этого года обращали внимание руководителей образовательных организаций на обязательные нормы, которые сейчас есть То есть, эти организации обязаны выкладывать ежедневно на своих сайтах текущее меню, то есть, сегодняшнее То есть, не все это понимают, говорят, у нас выложено, смотрим, примерно, там, 14-дневное меню Говорят, нет, помимо этого, есть сейчас обязательные нормы о том, что меню должно выкладываться каждый день То есть, например, сегодня вот родитель утром, 19 декабря, повел ребенка в детский сад, он, зайдя на сайт, он должен уже видеть, какое меню на сегодня Имеет право знать, чем сегодня кормят его ребенка, есть ли замены какие-то, а это связано с тем, что у большого количества детей сейчас официально подтвержденная пищевая аллергия Возможно, да, заболевание, поэтому... Нюансы Если в меню, допустим, у нас была говядина, а поставщик не привез вовремя, либо там школа решила заменить самостоятельно и вместо говядины дала курицу, а у этого ребенка аллергия на курицу То родитель должен знать, что идет замена и уже решать этот вопрос в порядке в индивидуальном Вообще, что касается детей с пищевыми особенностями, это вот еще одна такая болевая точка, при которой, когда мы берем данные Министерства здравоохранения и Министерства образования, они сильно разнятся То есть у нас количество детей, у которых официально подтвержденный вот этот медицинский диагноз, отличается от количества детей того же возраста, который у нас учится в школах То есть такого, в принципе, быть не должно, не может быть, они, естественно, учатся И когда мы говорим о том, что вот приезжая, опять же, в одну школу, хорошая школа, государственная, она в районном центре находится, крупнейшая школа района, хороший директор, все хорошо Вот, и мы говорим, а вот по организации питания, если у вас дети с пищевыми особенностями, они говорят, нет, нет, но если они у нас будут, мы знаем, у нас есть возможность То есть если заявление, соответственно, поступит Мы обязательно таким детям организуем, то есть индивидуальное питание, как бы все понимание есть Что происходит дальше? Мы приходим в медицинский кабинет, и медик показывает, собственно, нам говорит, да, у нас есть заявление от пяти родителей, пяти таких детей, вот они все у меня есть Вот медицинские карты, то есть... И в чем проблема? И в чем проблема? Вот они, вы их знаете, доведите эту тыпочку до конца, до кухни, до пищеблока Что произошло дальше? Вы, вопрос, как бы, медику, а вы эту информацию откуда взяли? Нам не предоставил классный руководитель И дальше начинается, собственно говоря, вот это перекидывание о том, что родители со своей стороны, те документы, которые необходимо представить, представили через классный руководитель, медик Значит, и на этом все закончилось Понятно, что после нашего отъезда там сразу питание для этих пяти детей было налажено, но почему это нельзя было сделать до нашего выезда, нам непонятно Но я помню, вы ранее говорили, что есть учебное заведение, где хорошо, понимающие относятся к этому вопросу и претензии к ним нет Прямо организуют вот это альтернативное питание Я не знаю, организуют, и мы готовы в качестве примеров это подавать у нас и по, не только по крупным городам, и по маленьким поселениям, там где аутсорсеры, у нас вот есть один ИПшник Но, как потом выяснилось, почему у нее такое трепетное отношение Потому что у самого ребенок Выяснилось, что он обращался к нам за несколько лет до этого, девочка с особенностями развития Он понимает особенности этих детей, поэтому, когда речь идет об организации питания для других детей, у него нет никаких вопросов, для чего это нужно, насколько это важно и так далее Он не видит вообще проблем, что если вот всем детям, там можно макароны, а там последний ребенок безглютенщик, так называем, да, то есть нельзя ему глютен А почему нельзя сделать гарнир, там рис, гречка, любой другой гарнир, фактически, там овощи, там кроме макарон, можно это То есть не все это понимают, но кому-то проще это делать И вопросы поставки тоже самые, то есть если у нас идет там мясо замороженное, да, и мы видим, что расход этого мяса, там 5, ну, условно, например, там небольшой, там 5 килограмм в день И приходит плита 25 килограмм Понятно, что для того, чтобы вот эту плиту большую разделить, они ее дефростируют, то есть происходит там оттайка Они размораживают, потом пакетом обратно там кладут, и на вопрос, а у этого поставщика нет фасовки по 5 килограмм? И выясняется, что есть То есть проблема может быть решена То есть уже на стадии поставки уже можно, собственно, решить это все Да, то есть вообще, вот эти нарушения при организации питания, их можно устранить, не прикладывая никаких дополнительных усилий, не вкладывая дополнительных финансовых средств То есть это не дороже, это мясо, вот в другой фасовке, чем вот то мясо, которое поставляется Это вот обыкновенно, на наш взгляд, человеческое там разгильдяйство и халатность Как обычно руководство в учебных заведениях контролирующей структуры реагирует на претензии по части питания со стороны уполномоченного по правам ребенка Доходит ли до серьезных конфликтов, не знаю, до принятия кадровых решений, дисциплинарной ответственности? Ну, во-первых, у нас нет полномочий у самих... Привлекать к ответственности Привлекать к ответственности, да, у нас контролирующие органы все-таки это и управление Роспотребнадзором, и прокуратурой И непосредственно те ведомства, к которым относятся это учреждение Поэтому в этой части мы не настаиваем на принятии каких-то мер, там на кадровых, либо на немедленно воле директора и так далее, так далее Мы эту информацию передаем всем заинтересованным сторонам, и дальше уже само ведомство принимает решение, то есть в чем там причина Либо была в действительно недостаточном серьезном решении в кадровой политике, либо просто какой-то временный недосмотр Ну, во-первых, ну, районы, они знают наш режим уже, то есть там ни для кого ни новости, ни каким-то... То есть надо понимать, что мы не едем и не задаем какие-то вопросы какие-то новые, то есть мы задаем вопросы очевидные И требования, которые там есть, они просто очевидны, то есть вот написано на упаковке, там, температура, там, хранить до стальки-то и срок годности до такого-то Все, это очевидные вещи обычные, бытовые, ну, там, вот начиная с этого Поэтому, ну, как правило, у нас, ну, с руководством района давно уже нормальные, хорошие взаимоотношения, то есть они оценивают необходимость и важность нашей работы в этой части И чаще всего мы слышим, ну, примерно такую формулировку, спасибо, что у нас есть возможность посмотреть на действия наших сотрудников со стороны То есть вот как бы свежий взгляд, то есть где-то мы что-то упустили, поэтому здесь мы со своей стороны говорим, что вот если, ну, в районе условных, там, 40 образовательных организаций А мы проехали за день, ну, 6, 7, 8, да, потому что, ну, работа в одной организации у нас не, это не 5 минут, да, если там есть проблемы, то есть до нескольких часов, может быть То, и мы выяснили там системные проблемы, то ваша задача здесь уже на месте, наша задача показать вам, какие проблемы есть Ваша задача посмотреть, есть ли эти проблемы в других, во всех ваших организациях и сделать так, чтобы это было решено То есть не работать конкретно вот по этой вот детский сад номер 223, в которой, ну, условный там, да, в которой мы приехали, да, а посмотреть, в чем проблема здесь И есть ли подобные проблемы, это еще, то есть, и, как правило, они есть, то есть мы же не знаем, мы же не едем заранее зная, что в этом детском саду или в этой школе мы найдем просроченный продукт Либо продукты, которые не так хранятся, но мы не можем этого знать У вас несколько, да, другой формат все-таки работы Поэтому вот как-то так По поводу комбината питания в областном центре, я знаю, что у родительского сообщества, там, в первую очередь, родительский контроль, да, депутата ОЗС И руководитель этого контроля, Ольгу Турыкину, имею в виду, общались здесь, в нашей студии Как были претензии к комбинату, так они и есть, непрозрачная работа, там, и другие нарушения Насколько помню, в этом году поменялось там руководство в начале учебного года Как вы оцениваете, изменилось ли что-то в работе? Ну, эту работу должно оценивать, в первую очередь, руководство этого предприятия Его непосредственные учредители, то есть администрация города Муниципалитет Муниципалитет С родительским сообществом мы работаем очень плодотворно и регулярно И с Ольгой Тарыкиной, в частности Я хочу сказать, что 100% проблемы не решены То есть на настоящий момент говорить о том, что там вот какая-то случилась волшебная ситуация И новое руководство, это панацея, нет Пока проблемы остаются И вот анализ наших последних посещений показал, что они есть Есть над чем работать Вместе с тем, ну, те вопросы, которые были до этого Но я, наверное, не буду сейчас оценивать, насколько они отличаются Там не в процентном соотношении, не в этом, что там было вот так, а сейчас совсем не так Я знаю, что, ну, собственно говоря, поменялись сейчас и кураторы этого направления То есть в администрации люди, которые этим занимаются Вот сейчас пришел Рябов, которого я знаю еще давно по работе его в детской медицине Очень хорошего специалиста и ответственного человека Я очень надеюсь, что вот у нас взаимодействие в этом плане будет еще более продуктивное И я надеюсь, что все-таки ситуацию с комбинатом питания нам удастся переломить Ну, кардинально Я напомню, что мы беседуем с Владимиром Шабардиным Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области К теме школьной безопасности хотелось бы перейти Уходящий 2022 год примечателен в том числе и тем, что в этом году у нас впервые Область выделила деньги на введение ставки охранников в учреждения школы В школьных учреждениях произошло это после известных событий в конце сентября в Ижевске Очередное нападение погибших почти два десятка человек Среди которых большинство это дети в возрасте от 7 до 15 лет И тогда губернатор региона прям в оперативном порядке распорядился выделить эти 23 с лишним миллиона рублей Естественно, программа продлена уже и на следующий 2023 год Как вы оцениваете, как начала работать эта система? Я помню, где-то родительские чаты прям появлялись в информационном поле Якобы родители писали о том, что на полноценную зарплату охранника еще и придется доплачивать Потому что официальных выделенных денег не хватает Вы сталкивались с подобным? Ну давайте вот с чего начнем Месяц назад у нас было предыдущее заседание законодательного собрания И перед этим было заседание социального комитета Как раз на который этот опрос выносился И были руководители силовых ведомств В том числе структуры из которых предполагалось Что вот у нас не ЧОПы, а государственные охранники Должны были бы... Росгвардии? Росгвардия, да Вот И выяснился момент Во-первых, что у нас Росгвардия не может Вообще-то законодательно охранять школы Там есть нюансы с лицензированием То есть вот... Ну там интересная ситуация Росгвардия, она и заказчик, собственно, да Этих работ И она вроде как могла бы и выполнять эти функции Вот, первое И второе Физически такого количества людей Которые вот Если даже Ну дословно там было сказано Что если даже сейчас мы выделили бы не 23 миллиона А 223, там, 500, сколько нужно Просто не найти такое количество физически людей Профессиональных, которые могли бы обеспечить охрану Вот Моя позиция все-таки остается следующей Да, нам необходимо укреплять физическую охрану наших школ Да, заборы Когда у нас несколько лет назад детские сады были Как проходной двор, да Там даже элементарного забора не было И дети уходили из площадок И компании там И компании там проводили время Вот, и выгул собак в песочнице И так далее, и так далее, и так далее Да, надо укреплять это Да, нужны люди, которые бы, собственно говоря, вот Следили за контролем пропускного режима И системой электронных пропусков Я считаю, что это хорошее Там, в частности, вот мои дети В школу ходили и ходят младшие Существует система, про которой там Мама, папа, я пришел? Которой я не могу Нет, нет, нет Это вообще пропуск просто в школу Электронный пропуск А мама, там, папа, я пришел Это тоже немножко другое Это как для родителей Информация Но я вот о чем хотел сказать Мы сейчас, на мой взгляд, все-таки Усиленно работаем с последствиями А не с причинами Когда мы говорим о тех трагедиях Которые случились в Ижевске, в Казани В Перми, в Улан-Удэ В куче других В Челябинске Вот мы с коллегами все эти ситуации обсуждали Значит, вот эти там Скул-шутеры, стрелки Или не стрелки Люди, которые идут с зажигательной смесью Это либо выпускники Либо ученики этих образовательных организаций Это не какие-то сторонние люди Это здесь И проблему нам, помимо физической Вот исключительно это Надо решать Все-таки И психологический там портрет зачастую Как-то похож Мы не можем закрыть школу для наших учеников Понимаете, вот совсем Закрыть ворота, чтобы ни один человек не прошел Поэтому физически Еще раз повторюсь Это не сторонний взрослый человек пришел Ты не можешь пустить на урок Это уже десятиклассника И одиннадцатиклассника Который пришел в школу Проверив физически Каждый там рюкзак и так далее Ну, очень сложно Сейчас разводят потоки Там в разное время Немножко там На что приходили Но еще раз Пока мы не решим ключевую проблему Психологического спокойствия наших детей Которым было бы комфортно Находиться в стенах образовательной организации Мы глобальную проблему безопасности не решим А у нас есть районы В которых ни в одной школе Этого конкретно взятого района Нет ни одного психолога Ни одного И помимо прочего У нас Опять же, вот в этом году Мы отдельное внимание обратили На работу психологов Профессиональную С теми детьми Которыми они обязаны работать У которых есть официальные документы Представленные так называемые ИПРА Это индивидуальная программа реабилитации О том, что они нуждаются О том, что написано Что там, допустим, раз в неделю Занятия с психологом И этого нет Этого не происходит И Вот наше предложение По формированию Структуру Которая бы Условное название Носило межшкольные Психологические службы Хотя Когда мы получали Хотя бы там По два Внешних психолога Независимых от директора Которые бы работали И с ситуациями Конфликтами Чтобы они не перерастали В более жесткие ситуации И которые могли бы Работать с ситуацией Выявления там Буллинга Травли Ситуация Адаптации этих детей То Ну, мы не придем И вот я Все-таки озвучу Цифры, которые Есть у нас уже На начале декабря У нас количество Минута до перерыва Завершенных детских суицидов В этом году В два с лишним раза Превосходит Количество детских суицидов Относительно Прошлого Предыдущего года Количество Незавершенных Детских суицидов Исчисляется Десятками Это количество Не уменьшается На протяжении последних Количество Детей Родителей Которых выбрали Семейную форму Обучения То есть не в школе Увеличилось за последние Два года В три раза Вот Это Данные Которые говорят о том Что Нашим детям Некомфортно Находиться В том числе В наших Образовательных Организациях И поэтому Исключительно Физическая охрана Все эти вопросы Не решит Владимир Шабардин Уполномоченный По правам Ребенка В Кировской области Сегодня гость Нашей студии Мы еще Поговорим После небольшого Перерыва О ситуации В детских домах Ну и Если успеем О интересной программе Подростки 360 Сейчас небольшая пауза Первая часть Программа на этом завершена Порядка 8 минут У нас есть для того Чтобы продолжить Нашу беседу С Владимиром Шабардиным Уполномоченным По правам Ребенка В Кировской области И так Такое направление Работы Как Детские дома Тоже этому Большое внимание Уделяете Я знаю Что Были поездки В несколько таких Учреждений За последние месяцы В том числе И детский дом В городе Налинске Где Обращали внимание На лекарственное Обеспечение На питание В общем На все нюансы Которые Положены Для этой категории Детей И итогом Этой поездки Вы сказали Кадровое решение Было В частности По Налинску У нас было Кадровое решение Так получилось Что Отдельно По Налинску У нас было Обращение Несколько обращений Самих детей Это такой Ребятам 25 Да? Или больше? Нет Детский дом Это ребята 16-17 А ну Понимаю Было Самих Ребят И На наш взгляд Там ключевое Нет Я имею ввиду Количество детей А количество Да Два с половиной Десятка По-моему Да 25 детей Два с половиной А возраст Там Ну Разный И Да Мы выезжали туда Я Выезжал Несколько раз Сам Детский дом И Мы Собственно Собственно С нами Ездили И Вот В первую поездку И представители Министерства образования И Ирина Геннадьевна Морозова Вице-спикер УЗС Вице-спикер УЗС Которая очень активно С нами сейчас Взаимодействует И вот В такие Ключевые поездки Она Мы договоримся Что она едет Потому что Ну Чтобы И депутаты Зак Собрания Видели Собственно Что происходит По Нолинской ситуации Сложилась Ну Ключевая Там Директор проработала Несколько месяцев До этого Она была директором Выличной школы Человек На наш взгляд Который не очень Понял вообще Куда попал И что для этих детей Она должна была Стать родной мамой И все претензии Детей сводились В результате Только к одному С нами не разговаривают То есть с нами Не разговаривают Не общаются То есть Нас не считают Там за За полноценных Участников И партнеров И вот это То есть там Те не было требований Материальных Хотя вот Те моменты Которые На которые мы Обратили внимание Они в том числе Касались Их И жизни И обустройства Вот Но там больше Все-таки было Непонимание Каким образом Эти ребята Хорошие Ну вменяемые ребята Очень разные С очень серьезной судьбой Там Но Когда Там Идет тренировка Которая заканчивается Ну достаточно поздно Вечерние А в Налинске Ну мы понимаем Что Не областной центр Там не так много возможностей И Там Девочки И мальчики Они входят в сборную Сейчас Да То они не могут Выполнить Физические требования Директора О том Что ты должен быть Там Не в 9 25 Вечера Там В стенах детского дома А в 9 Потому что тренировка Заканчивается Какой вид спорта Они занимаются Связанно С Единоборствами Вот Ну так Вот вечерние тренировки Причем очень серьезные И это хорошо Что они заняты Да А при этом При всех И тренеры Их сопровождают До детского дома То есть они Не одни идут По тем и тем Ну вот Так получается Что вот Тренировка вот такая Она достаточно продолжительная А директор сказал Нет все Они должны быть Вот столько-то Принципиально Принципиально да Они объясняют Ну Заключительный этап Тренировки Это самый То есть идет сначала Разминка А выходить С последнего этапа Там ничего Либо ситуация При которой Там у одной из девочек Сломался телефон И ей нужно было Купить другой То есть Она не требовала Выделения денег У нее на счете На ее Вполне законно Там есть средства Которые она может Распоряжаться Ну Согласит директор И директор сказал Там Окей Значит четверть закончится Как бы Мы тебе телефон Купите там Через месяц Почему В чем логика Если это Там девочка В девятом классе И она говорит То есть У нас задания Выкладываются То есть Они ходят Они учатся В обычной школе Где у остальных Девятиклассников Есть и есть чат И в том числе Задание У них идет обсуждение А у меня нет Это вот Вот у нее Сестра здесь же В этом детском доме У нее есть И через сестру Выкладываются То есть Почему Она за свои собственные средства Не может Купить себе телефон Она не требует ничего Вот Ну и такие как бы Такие моменты Моменты да А вообще Конечно ситуация Очень мало времени Но Почему Вот мы с Ириной Геннадьевной В несколько детских домов Прямо вот В течение осени Выезжали Потому что Мы на протяжении Последних двух лет И в ежегодных докладах Отдельная тема у нас была И несколько раз Обращались В том числе И к руководству И к предыдущему области О проблеме Выделения средств На Вот Государственное обеспечение Детей-сирот Это Деньги Которые выделяются На одного ребенка В расчете На питание На лекарства На одежду Обувь два раза в год По сезону На проезд На канцтовары И МВП И мы Собственно говоря Обращали внимание Что тех средств Которые вот Должно было бы Хватить на все Это не хватает Если просчитать Даже на питание То есть С 17 Года Этих средств Кто Как Рассчитывал Ну на 10% Вот с 17 Года На 10% Была Всего Увеличена Эта сумма Была индексация Индексация То есть там Порядка 90 тысяч В год Можно понимать Насколько И мы Об этом Собственно говоря Говорили И показывали Расчеты Насколько Увеличились Цифры Это же там Говядина В три с лишним Раза Да Там Яйцо Ну опять же Пропитание В первую очередь В первую очередь То есть Ну невозможно За эти средства Полноценно Кормить детей Это Общая федеральная ситуация Это Ничего Ничего Продолжил Это Нет Это Ситуация Наша Это Областные Деньги Которые Собственно Говоря Рассчитываются Из нашего Бюджета И Выделяются Из нашего Бюджета Ну и вот Мы получали Там Дважды Ответы О том Что да Мы планируем На 23-24 год Увеличить Там суммы На 5,5% Мы говорим Эти 5,5% Не хватит Даже на уровень Текущей инфляции Которая там Еще повышение было Поэтому мы были Вынуждены Направить материалы В контрольную Счетную палату Нашу региональную И Которая Проявила Аналитику И нас в этом Поддержала После этого Мы обратились В областную Прокуратуру Которая Опять же Проявила Свою проверку И нас тоже Поддержали И КСП И прокуратура Дали нам цифры О том Что обеспеченность То есть Мы не могли Сочетать Все-таки Насколько Обеспеченность На тот момент Составляла Всего 40% То есть Финансовая Обеспеченность Всего 40% Поэтому Мы вынуждены Были уже Оперировать Такими формулировками О том Что ситуация С обеспеченной В наших детских домах В этой части Близка Критической Критической И вот На уже На новое Руководство региона Мы направили Письмо Очередное Вот И На последнем Законодательном Собрании Были внесены Поправки В бюджет Наконец-то Которые Увеличили Эту сумму И я надеюсь Что в следующем году Будет еще увеличение То есть Вот Ну Безусловно Ситуацию Нужно решать Конечно Удалось пробить Ситуацию Которая Достаточно долгое Время Решение Не находило Время Заканчивается К совершению К сожалению Нашей беседы С Владимиром Шабардиным Уполномоченным По правам Ребенка В Кировской области Но это видимо Повод Для того Чтобы новая встреча Была Новая беседа В частности Не успели поговорить Про программу Подростки России Хотя понимаю Что очень интересное И важное направление Появилось в работе Спасибо На этом завершаем Нашу беседу Всего хорошего До свидания До свидания Особое мнение На 101FM